Вот такая песенка. Теперь я хочу прочитать стихотворение «Сон императора». Но только небольшое предисловие. Этот сон императора оказался вовсе не сном императора, а сном китайского мудреца Джоан Зы. Но на момент написания этого стихотворения я знала эту притчу как притчу об императоре. Поэтому приношу глубочайшие извинения Джоан Зы. Надеюсь на его мудрость и на чувство юмора. Так что прочитаю, как сложилось «Сон императора». Да, и сама китайская притча. «Однажды Джоан Зы приснилось, что он бабочка. Он весело порхал, и когда проснулся, он не мог понять, кто он. Джоан Зы, которому снилось, что он бабочка, или бабочка, которая снилась, что она Джоан Зы. Мир громоздится так непрошено, как с ним громадным совладать, а я... Простите, сейчас, секунду. Мир громоздится так непрошено, как с ним громадным совладать, а я беспомощно взъерушенный и утлым плотиком кровать. О, снавигенческая бабочка, где я такой, какой я есть? Душа, завютная цыганочка, не там, не там, не здесь, не здесь. На грани недопробуждения знакомых крылышек пыльца, что через смутное мгновение коснется моего лица. И вот случаются глазища сквозь тени сомкнутую век. Я император или нищий? Я бабочка или просто снег? Какой я есть внутри, в основе, в глубинных снах, не наяву, в каком-то первозданном слове, что я никак не назову? И вот, пока я император, влезаю в шелковый халат, а все мерещится экватор, где сонно бабочки кружат. И здесь в книжной лавке писателя мне хочется прочитать другое стихотворение, которое я считаю, в общем, знаковым для себя. Это стихотворение об Александрийской библиотеке, которая погибла в пламени пожара много веков назад. И масштаб этой катастрофы нам даже сейчас сложно представить. Ставки на минуту, не дай бог, что перестали существовать, Лувр, Эрмитаж, Метрополитен-музей, Галерея Уфица и много чего еще. Вот такой это был масштаб. Что стало бы с нашим миром и с нами, если бы все это перестало быть? Вот об этой нерасполнимой потере. Александрийская библиотека, Корчатся свитки, мечутся люги, Чрево античного книга-ковчега Больше не будет. Все, что так трепетно было хранимо, Буковки, знаки, Все задыхается в хаосе дыма, В страхе дым безразличный, Клубица развязана в сторону моря, Столько воды простирается праздно, Горе. Знойное небо слезинки скупой Не выжимает, Свитки хрустящие, как сухостой, Пламя сжирает. Текст рукописный, Труд кропотливый, Древние строчки Все возвращает пламень рекивый к точке. Есть ли для имени или названия Нечто нелепей, Чем превращаться в пустое зиянье, В пепел? Небо безлико от гари поблекло, Свитков могила, Скольких не будет трагедий софокла, Или эсхила, Злая зола, А посреди текстов короста, Печью груди, Точно ожог, Жар холокоста, Сгорбились тени на пепелище, Горестны плачи. Воет и гиб непрекаянно нищий, Зритель незрячий. Забыла сказать, Что это стихотворение, Оно посвящено Елене Валентиновне Алымовой, Чьи лекции по философии Я слушаю, И без них мой мир был бы Гораздо беднее. Спасибо. Следующее стихотворение «Кентавромахия», То есть битва человека с кентаврами. Для меня это не отвлеченный Мифологический сюжет, А для меня это то, Что происходит прямо здесь, Сейчас, В нашем мире, И внутри меня, И вне меня. Это все рядом, Это все здесь. Кентавромахия с размахом, Копытный яростный напор, Тут не до женских охов-ахов, Тут напролом хоть и без шпор, Тут с хвястом, хрустом, оголтелым, Тут торса страсть, Анкор, анкор, Оселит духа, Муках тела трагически рыдает хор, Сурова варварская хватка, Пролом в растерзанной строке, И человеческая прятка, Зажата в потном кулаке. О, промежуточность кентавра! На взгляд коня Не грудь, а смех, Но бьется яростно за лавры, За право быть превыше всех. Так длится битва в этом мире, Тот первобытный топот в твердь. О, Аполлон, Играй на лире, Играй за жизнь, Играй за смерть, О, помоги нам песней сладкой, На суть звериную восстать, За таинство миропорядка И человеческую стать. Опять кентавры напирают, Как буйство это побороть, Что за мутация такая, Их странно слепленная плоть, Мой щит помят от тех ударов. Так это явь или просто сон Оскал античных янычаров И злодокудрый Аполлон. Еще одно стихотворение. У каждого из нас есть свои потери. Вот о тех, кого с нами нет, Кто пребывает в иных мирах, О кого мы вспоминаем, Кто рядом с нами. Речка называется стихотворение. Отмаялся, Все разом отболела В начале лета, Криклазый мальчик, Летит, летит, Невольно и несмело Твой одуванчик. Похожая речка лета На воксу, Пышные кувшинки, Шустрые стрекозы, Яснее листали, Как ни ортодоксу, Метаморфозы. Радушная качается байдарка, Сплошное солнце, Макушка лета. В ином краю, Как водится, не жарко, Но ты не сеплый. Плыви, дружок, Среди векейских вод, Хоть пресловуто Твое плавсредство. Мы все видали Подумный челок Еще до детства. Из Венецианского цикла «Венеция как предчувствие». Опять причал гондольный, Дарован мне судьбой, В лагуне влагосольной, В лагуне голубой. Опять качают волны Дощатый пятачок, Прильну их финам вольным В лагуне под бочок. С блаженной улыбкой На зыбком рубеже, Как будто и не рыбка, Не человек уже. Дощатая перина, Венецианский рай, Душою воспари На край неба и за край. Мерцает изумрудно Литейская вода, Недолговечно судно, Как в море борозда. Дельфиньи пряжут спины, Снуют туда-сюда, И грезится в глубинах Далекая звезда. И волны неизменно Сбегают на песок, А после клочья пены, Быть может, Пара строк. Спасибо. Еще одно из цикотворения о Венеции. Эпиграф к нему Эпиграф к нему Это строки нашего питерского автора Александра Семеновича Пушкина Александра Семеновича Пушкина, Без которого я не представляю наш город. Эпиграф такой, Придешь домой, Шурша плащом, Стирая дождь со щек, Таинственна ли жизнь еще? Таинственна еще. Пританцовывать на улочках, Дирижируя, как будто Под твою вивальди дудочку Я брожу тут ранним утром, Кам помлеет с дубной булочкой, Кампанила на бекрень, На твоих укромных улочках Зачинается мой день, А в ушах играет скрипочка, А в душе музыка плещется, На губах моих улыбочка, Отрешенным полумесяцем. Ах, маэстро, Жизнь таинственна, Соловьиный водопад, И в воде мерцает истина, Наугад и нет попад. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Секварение «Карнавал» Тоже из венецианского цикла. Венеции враждебны Кружева И беспощадны Ласковые маски. И я бегу от бесконечной Пляски Безлюдные ветвистые слова, Глаза ее лагуньи Нагло лгут. Есть жизнь И смерть Не карнавала Блестки, А есть туман Нечаянно Неброски И огонек На дальнем берегу. И где-то На окраине страстей На луговом Раздолье Санкт-Петро Я постигаю Смысл волны И ветра И в море Устремленных кораблей. Есть такое понятие Островное сознание Остров И мы на нем И каждый на нем И фактически Все мы в этом зале Это тоже Архипелаг Разных островов И вот об этом У меня будет Цикл Под таким рабочим названием Островедянство Не знаю Сохранится название Или нет Ну вот и первое Стихотворение Я хочу Прочитать Оно посвящено Питерским Авторам И исполнителям Ирине Валерии Чечетам Которые Открыли нам Свой сокровенный Остров На Ладоге Вот об этом Стихотворении Остро Островедянство Расточительно Остро Волн Сумбурное Братство До ветров Смосбродства Гроз Заетных Безумья Отрешенное Тело Чайкой Благоразумья От тебя Отлетело Ты Заброшен На остров Неуемной Судьбою В одержимость Нортоста В прихотливость Прибоя В первородную Прорву Каменистых Творений Ты Затерен Оторван Вне Временной Сравнений Галышом Пребываешь Ты На Галичном Пляже Толь Пейзаж Постигаешь В Робинзоновском Раже Толь Себя Распростертым По земле Корневещем Лубом Бараньем Упертым В первобытное Днище Лунным Островом Зрящим Целомудренной Рыбой Чешуёю Звёзд Волнах Розы Редактория Знаете Почему Как-то Строки Из этой Песенки Попросились Название Этого Вечера Наша Повесть Дружок Не Кончается Поэтому Я её Покругу Всё-таки Прочитать Соловецкое Солнце Солёное По волнам Золотым Золотым Наша Лодка Скользит Неуклонная По волнистым Морским Запятым Это Давняя Повесть Поморская Без Конца Как Рыбацкая Сеть За Волнами Полоской Неброскою Островков Каменистая Тверть Что Там Будет Кто Скажет Уверенно Та Дорога Неведома Нам Сколько Миль Нам С тобою Отмерено Бороздить По Безбрежным Волнам И бок Обок С тугими Белухами По Крутой Беломорской Волне Наша Лодка Упрямая Брюхает На плаву Оставаясь В полне Чайки Рядом Снуют Геловитые Щёки Знай Надувает Нортвест Мы Волной Бесшабашной Омытые Аж До самых Затерянных Мест Наша Повесть Дружок Не Кончается На строку Набегает Строка А за волнами Марых Вышел бы Какой Природный Кинозал Человеку Надобно Быть Сущим Это он Как выдохнул Сказал Аплодный 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 Сколько У нас Времени Ты Отслеживаешь Пять минут Хорошо И тогда Закончить Наш вечер Я хочу Стекотворение Стекотворение В пляжных Оно Толь Стекотворение Или Грабить Если Это и в силе Не потребно Для святош Где же Совесть И приличие Для гуманного Обличья Мы Простить Не в силах Были Католическую Ложь Это Питерская Сценка Новогодняя Недленка Словно Гоголя Набросок И Довлатова Рассказ Жили Были Водку Пили По-турецки Говорили Тени Инков Горбоносых Колыхались Возле Нас